Но когда услышите Спасительное Слово, из поучения ли моего, или из Божественного Писания, которое читалось, как только случится, да породится в сердце вашем движение страха Божия, искра любви к Нему, желание преуспеяния, намерение исполнять верно святые заповеди Его, да сподобимся Царствию Его. 112. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 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 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 16. 17. 18. Расстраивает неверием и, пленив своим нравием, научает неуместным делам, и что одно за другим перечислять все, чем он приткнуть нас покушается каждодневно, на этом одном стое и выжидая лишь, когда мы дозволим себе послабление и вдадимся в распущенность. Но да запретит ему Господь Бог, сказавший море, замолчи, перестань, и да отгонит его от нас подальше куда-нибудь. Это и бывает, когда мы в самих себе сосредотачиваемся и непрестанно имеем во внимание первую цель нашего в обитель вступления, ибо мы перед свидетелем Богом обещали переносить всякую скорбь и тесноту, даже до смерти. И все следующие слова псалма этого представляют прекрасное внушение, если пожелаем вникнуть. В одни эти много у нас больных братьев, время такое нездоровое. Здоровое поможем болящим, болящие примем это наказание Господне как спасительное, и благодушно перенося болезнь будем благодарны за все подаемое нам. Когда же избавимся от болезни, не будем носиться попусту туда и сюда, но приступим опять к делам своим, ибо у нас нет наемных рабов, на одно то определенных, чтобы прислуживать, как это бывает у мирских людей. Но мы сами себе и рабы, и господа, услуживающие и приемлющие услуги. Причем каждый смотреть должен, чтобы больше услуживать, чем принимать услуги безвременно. Бог видит каждого из вас, и дело его, и служение, видит, чем был прежде, чем стал теперь, как жил в мире и как живет в обители, как нудит себя и все терпит, во что одевается и обувается, и какой труд подъемлет при исполнении дел своих. И в свое время каждому воздаст по делам его. Итак, никто не малодушествуй. Богу мы явлены, и предстанем перед страшным судилищем его, когда, дав отчет о прожитой жизни, получим должное. 114. Земледелец, обрабатывая поле свое, на тяжесть труда не смотрит, чтобы рук не опустить, не разленить, но будущее выгоды имеет в виду, и ради их передает себя на труды и поты. И на утомительные лишения. Поскольку из нас каждый, как поле какое, получил душу свою для возделания в веки семь, то надлежит и нам возделывать в нем делание духовное. И в этом в день суда потребует у нас отчета создавший нас Бог. Бог, почему прошу вас и молю, будем все общеусердно возделывать поля души своих, обновим их по законам благочестия, чтобы не сеять терних страстей. Но очистив наперед пашни свои от всякой сорной зарослей греха, бросим в них семена, оросим их потом дождями духовными, богосокрушенных слез. Обложим крепкими изгородями страха Божия, чтобы не истребляли всходом мысленные звери, осветим их и согреем солнечными лучами любви, чтобы потом наполнить умные руки наши рукоятиями и собрать множество жито дел святых по заповедям Христовым. Для этого призвал Господь Бог всякую душу в эту жизнь, нас же особенно к ангельскому образу жительства. Да покажет же, прошу, каждый из вас в добром поведении своем, поля свои цветущими, благоплодными, издающими запах благоухания, благоприятный Господу, то через совершенное изменение плоских нравов и соотношений, и это через благопокорливое послушание и христо-подражательное смирение, изо дня в день усовершаясь и от славы славу преобразуясь, через блестящее одеяние благими делами, всякое слушание отревая и всякое помышление ума пленяя в послушание Христова, сообразуясь с общим уставом братства, всегда объемляя самоукорение, которым возможен легко многоглавого дракона гордости и свои нравия попрать и умертвить. На какое дело особенно призваны мы, братья? На войну и брань, на брань не какую-нибудь легкую и с лицами ничтожными, но на брань жестокую, страшными силами невидимых духов, как говорит божественный апостол, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира, правителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Итак, никто не оставайся неприготовленным к брани, никто не выходи невооруженным и не чуждайся воинских знаков, но и не делись, когда получаешь раны и уязвления или когда встречаешь столкновения. Все это и подобно неразлучно с воюющими. Умирает же при этом не тот, кто однажды получил рану или пал под ударом, даже не тот, кто многократно или им бесчисленное множество раз подвергался этому, но тот, кто сам себя добровольно предает врагам своим, на заклание. Поэтому, братья и отцы, будем внимать и крепко стоять в брани, как воины Христовы. Всякий воин, как знаете, когда отходит в поход на брань, много очень встречает неудобств, трудов и неприятностей, или от жара солнечного, или от дождей, а то и от холода, неизнеженно и проводит он там жизнь, иной же раз желает бы съесть кусок хлеба или стакан холодной воды и спить, и того нет. Весь день или ночь он в движении, в переходах с места на место, в пыли и грязи, в утомлении и изнеможении. Для чего? Чтобы угодить военачальнику, записавшему его в воинство, чтобы не попасть в список дезертиров, чтобы во время раздачи наград беспрекословно быть признан удостойным их. Это же бывает и у нас только в другом роде, у тех награды временные и скоро приходящие, а у нас вечные и нетленные, и даются отцарствующие над всем Бога. Почему потерпим еще и еще? Будем подвязаться и подвязаться, каждый, полежащему на нем служению, чистый, безукоризненно работая Господу, распоряжающийся в распоряжениях разумных и осмотрительных, а служащий в служении безропотным и усердным. Будем переносить и мы время алжбы и жажды, поношения и уничижения, столкновения и оскорбления, особенно изнеможения и расслабления во время ночных псалмопений и молитв, и всякого рода неприятности, видимые и невидимые нападающие на нас, и сокрушающие каждодневно во время производства рукоделия и исполнения других послушаний. Да так молитвами Отца нашего, добрым подвигом, проподвязавшись и течение совершивши, венец правды сподобимся получить в день тот во Христе Иисусе Господе нашим. 115. «Слушая, слушайте и разумея, разумеете, что говорят нам и что заповедуют святые отцы, ибо это же самое и я, хотя недостойно, предлагаю вам в поучениях моих, что же именно они говорят и влагают в души наши, то в настоящий раз совмещу в двух следующих уроках Слово Божие. 111. Один угрожает, не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни осквернители, ни малаки, ни мужеложники, ни лихаимцы, ни воры, ни пьяницы, ни досадители, ни хищники, царствие Божие не наследуют». И опять в другом месте всякая горесть, гнев, ярость и клич и хула довозьмется от вас со всякой злобою. Бывайте же друг к другу добры, милосердно. Бывайте, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Другой призывает, придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачиваемся перед Господом, сотворшим нас. И еще, входите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях. И так, и угрозами утвердившись, и призывание прияв к сердцу, «Придите все вместе, поклоняясь, поклонимся Господу, и восплачиваемся перед Ним о пройденной жизни нашей, о каждодневных прегрешениях наших, в ведении и неведении, делами, словами, помышлениями, и войдем во дворы Его в песнях и словословиях, но не в сквернословиях, неистовствах и прислушаниях и высокомудриях. Ропщит кто, грех ему есть. Не будем же роптать, не выходить из себя, не своенравничать, не своемудреничать, ибо мы — земля и пепел, пыль и прах, особенно те, которые в неразумии думают о себе, что они славны по телесным или духовным деланиям. Я вижу, что образ мира прошел от нас, ибо мы иное есть, чем миряне, странные некой облеченной одеждой и странно как-то живущие, безбрачные, безыменные, безнаследные, неуловимые, более же бесплотные, ибо, будучи во плоти, Богу живущие по Богу угодить не могут, распятые миру, поскольку же такова взятая нами на себя жизнь, то мы должны носить на себе явные признаки ее, чтобы истинно, а не лжеименно быть тем, чем назвались. Почему будем послушливы, скоры, богобоязнены, благи, благоговейны, друг друга любивы, трудолюбивы, терпеливы, благодарны за все, что не дается нам, на добре пожившие, да добре пожившие наследники, будем вожделенного и искомого нами Царствия Небесного. 116. Убегли некоторые из обители, изъяснив желание об этом, Святой Отец прибавляет, вы же уцеломудритесь примером их и познайте, что удивил на вас милость свою Господь в том, что вы не увлеклись кознями дьявола и твердостью веры вашей устояли неподвижными и не отступили от преданной вам святой заповеди послушания. Не уподобьтесь же им, прошу вас, и будьте сынами света, не сделайтесь чадами тьмы и непокорливости и блаженных трудов ваших многих, не расточите напрасно, предав вместе с тем и души ваши на вечное осуждение. Ибо сказано, отвершися законом Моисеева без милосердия при двух или трех свидетелях побивается, то, сколь горшему повинен наказание муки, поправшие обеты, исповедания и заветы святого звания нашего и посмеявшиеся над таинством нашего совершенства, почему, внимайте себе, прошу, и вправо шествуйте путем Божьим, молясь, да да, она будет и тем возникнуть и возвратиться от душитленной и смертоносной прелести дьявольской. Впрочем, известно, что каждый из вас показывает, чем он имеет быть, из сущего в нем настроения, сосудом ли избрания или сосудом погибели. Ибо когда они по общему уставу и не для общей пользы, и не по повелению настоятеля, бывает, что из бывающего у вас, или в чтении, или в псалмопене, или в воздержании, или в бдении, или в другом чем, кажущемся добром и подобающем, но по самочинной воле действующего, отчего и во всем братстве обычно происходит смущение, то явно, что таковой есть орган злого врага, разрывает узы подчинения и послушания и шествует во тьме вслед поха похотений своих. Опять и то надо иметь во внимание, что праведным судом отлучаются нечестивые от благочестивых, подложные от настоящих, криводушные от праводушных, лукавые от искренно благоговейных, злонравные от благонравных, ибо какое общение у света со тьмою, что общего между Христом и Велиаром, так что, когда мы по снисхождении ожидания исправления не отсекаем таковых, они сами себя отсекают и отлучают своим бегством. Если хочет, то припомни и то, что написано в Герондике, что место само изгоняет тех, которые не делают дел места. 117. Опять по поводу убегших. Как избавиться от подобного падения? Не надо принимать совета змея, и змея самого укрывать сердце своем, но надо поскорее обличить его, и он убежит, как от огня. Если бы наши беглецы соблюли эти правила, то не доведены были бы до того, что пострадали. Но вы, чадо мои, берегитесь и соблюдайте это. Будучи осами стада Христова, не отдавайтесь самоохотно в добычу дьяволу. Будучи введены в рай заповедей Христовых, не обольщайтесь приманками змея злого, ни по коему же образу, да не будете низвержным в мрачную тьму греха. Живя ангельски, не допустите, чтобы вас покрыл мрак самочинного бегства. Но терпи, а терпите, исполняй и исполняйте заповеди. Никто не общий с соном лукавнующих и с нечестивыми не садись. Нечестив и лукав, кто связывается с кем и изговаривается о бегстве, или об удовлетворении другой какой страсти на пагубу свою и того, кто согласится последовать ему. Итак, когда отлучит тебя от других таковой и начнет вливать в тебя яд зла с языка своего, отскочи и стань подальше от него, заткни уши свои, чтобы спасти и себя, и его, даже когда он увидит тебя печалившимся от случившегося искушения. Ты не принимай его, лукаво подступающего снова к тебе, правильно печалившимся и негодующему, ибо это змеи, ухищряющиеся привлечь тебя на свою сторону. Когда начнет он осуждать рай твой, то есть общежитие, или обвинять живущих с тобою, которые суть братья твои, говоря, что тот-то такой, а этот вот какой, или то-то у нас нехорошо, и это худо, оттолкни его и обличи как следует, чтобы и его уцеломудрить и себя спасти. Но что же говорят такие? Разойдемся здесь, вегумен тяжел, начальник над мастерствами несострадателен, каллиграф безрассуден, работы много, а содержание ничтожное, все повелевает, все приказывают, сил нет переносить тяготу труда, и спастись, а тут нет возможности. Убежим отсюда. Куда? Куда глаза глядят, лишь бы только выйти. Если б кому-либо из здравомыслящих можно было видеть таковых, каковы они по душе, то увидел бы их мрачными, ужасными, демонскими, не имеющими ничего здравого, ни воли, ни ума, туда и сюда вращающимися, как овцы заблудшие. И не думайте, что я говорю так, желая только их посрамить. Нет. Нет. Напротив, у них еще гораздо больше худого, сколько, столько, что и пересказать нельзя. Впрочем, молитесь. Молитесь и всеусердно, чтобы они нашлись и возвратились, или сами собой, или нашими руками. Наше же с вами дело, да будете твердо, избегая причин подобного падения, добрым подвигом подвизаясь для увенчания небесного. Но дошел до меня слух, что некоторые из вас неосторожно защищают ускользнувших, между тем, как они не только защиты, но и поминания простого, недостойных. Вам уместно одно простое поминование, поименование их, с сожалением. Ибо вот и апостолы предателей не называют уже апостолом, но только Иудою, предателем, вором. Слышу, что у вас опять бывает нестроение в вечерние часы, требует кто хлеба, кто вина. И это в дни четыре десятницы. Вам известно, что вошедшие в город этот, мы уже немного изменили наш образ жизни, какой держали вне его. Говорю об употреблении елея, вина и варева в дни четыре десятницы, а также и по средам и пятницам. И довольна бы, но как я со стражду вам и по моей собственной немощи и по трудности воздержания в городе, то определяю, чтобы отныне, в показанные выше дни вечером, все желающие получали по чаше вина и ламптю хлеба. И да не будет, наконец, отнюдь ни нестроений, ни задоров, ни таких вздорных речей. Я бы должен был получить то и то, я больше других потрудился. Нарушители порядков не избегнут должных эпитемии и отлучений. Возьмите предосторожности и вы, смотрящие за мастерствами, блестители порядка, домостроители с прочими начальниками других частей, чтобы не пострадать опять того же. Напомяну еще об одном. Некоторые не остаются на тех послушаниях, каким представлены, но переходят с одного на другое бестолку, по одному легкомыслию и непостоянству, отчего бывают и сами себе во вред, и тем, которые держатся порядка, да и самым смотрителем за мастерскими рукодельными причиняют излишнее беспокойство и труд. И этого да не будет впречь. Но всякий будь терпелив на том, к чему приставлен и как установлено, так пусть и работает. Потому что самому себе придумывать занятия и свои прихоти исполнить, домогаться, есть признак беспорядочности, невежества и непослушности. Теперь, как такое зло указано и запрещено, никто больше так не поступает, чтобы не подпасть под епитимию за бесчиние. Не знаете разве, что говорит святой Дорофей, что достигший отсечения воли своей достиг полной меры внутреннего покоя. Почему кто хочет насладиться внутренним покоем, то для достижения этого, пусть держится этого пути, то есть отсечения своей воли. И получит покой и на время пребывания здесь и на вечные веки в будущем. Бог же и Отец Господа нашего Иисуса Христа додаст вам всем тоже мудрствовать и в одном всем согласоваться, чтобы терпеливо выдерживать всякие подвижнические борения в напутстве к жизни вечной и в наследие Царства Небесного. 118. Настоящая жизнь есть время подвигов, время скорбей и потов не таких подвигов, скорбей и потов, которые назвал бы кто часовыми и вообще кратковременными, а денно ночных, долговременных и до конца жизни не предстающих. Но не будем забывать, что не из-за каких-либо ничтожных последнейших человеческих целей идет этот у нас бой, но божественных ради небесных благ. Ибо если мы постоянным терпением и всеусиленным хранением святых заповедей будем иметь успех в нем, то наследуем Царствие Небесное, блаженство нескончаемое и неизреченных, неслышанных и недомыслимых вечных благ вкушение. Если же чего-то не будет по нерадении и лености, по пристрастии и люблению тлетворных удовольствий века сего не будем иметь в нем успеха, то получим вечное мучение, безмерное посрамление и стояние слева, слыша страшный тот голос, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечную готованные дьяволу и агелам его. Но да не будет нам услышать этот страшный голос и испытать бедственнейшее то отделение от святых и праведных, когда они взяты будут в радость несказанную, свет невыразимый к наслаждению ненасытимому. А мы отведены будем с демонами в огонь вечный, к червю неусыпающему наскрежет зубов, в тартар мрачнейшем, в узах неразрешимых, и это ни за на краткое время, ни на несколько лет, ни на сотни тысяч и тьмы, но бесконечно, навсегда и все так же по определению Господа. Где тогда, как говорят святые, брат или отец или мать, чтобы избавить и защитить? Но брат не избавит, избавит ли человек, не даст человек выкупа за себя и цену избавления души своей? Я же вопрошу иначе как-то. Где тогда беспечность беспечных и неродения неродивых? Где тогда противоречия противоречивых, непослушания непослушливых? Где тогда гордость горделивых и дерзость своенравников? Где чревоугодичи воугодников в предлоге лжесловесников отречения отрекшихся от обетов, данных перед Богом, которые попрали Сына Божий и кровь завета вменили ни во что, подумав, что нет ни смерти, ни воскресения, ни суда, ни воздаяния, отторвись от братского во святом духе общения, лишили самого Духа Святого и блуждает туда и сюда по стремнинам и пропастям своих сластолюбивых поухотей. 119. По плоти вы стали без рода и без города. Единого все имеете Отца Бога всяческих. Один у вас город, Вышний Иерусалим, и сограждане все от века святые. Что же дивного, что здесь мы зло страждем в подвижнических лишениях и бедствованиях, и нараз бывая оскорбляемы и поносимы. Не смущайтесь, ибо это не препятствует, а способствует тому, чтобы воссеевала в нас правда и множество мира свет, жизнь, радость, неизреченное и ангельское веселье. Почему прошу и молю, укрепите души ваши в терпении, утвердите мудрование ваше в Господе, все благодушно перенося и переживая все в чаянии получения великих уповаемых благ. Время быстро течет, и мы приближаемся к смерти, или не к смерти, а к жизни нестареющей, ибо над вами смерть не будет иметь власти, когда вы умерли наперед произволением через отречение от мира. Возьмемся же за дело свое со всей заботливостью и сякой напрягайся исполнять лежащее на нем послушание чистое и преподобно, представляя его с доброй совестью до воздаятелю Богу. Ибо видя, видит Господь каждого и дело его, и усердие его, и леность, и оттягивание, все назирает он, и всем воздаст по достоинству Царствия Небесном. 120. Что воздадим Господу за все, что он воздал нам, кроме как памятовать о том и благодарить, ибо смотрите, что было, с какой высоты и в какую меру унижения ради нас не извел он себя. Будучи Бог и владыка всего, зрак раба приял, носим был во чреве Пресвятой Богородицы, и родившись приял пеленами повития, как младенец и положен в яслях, был отдоин, как дитя, мало помал рос, и из дитяти стал мальчиком, потом отроком, затем мужем совершенным, когда благоволил приять крещение, источая нам баню паки бытия, наконец совершил служение свое прошедшее предательство, животворное страдание, распятие, смерть, тридневное воскресение, все это нас ради было, чтобы и мы духовно проходили тот же путь, поскольку он бестелесный от отца, прежде век рожденный, ради нас потом родился телесно от пресвятой Девы, то и мы рожденные сначала телесно рождаемся потом духовно общие все во святом крещении, особенно же как-то монашествующие через святую схему, почему мы должны младенчествовать, особенно недавно приявшие схему, и подражать простоте детей, чтобы когда кто оскорбит и обидит, не раздражаться, подобно диким зверям, но будто не замечать, как бывает у детей. Христос Господь повиновался во всем родителям своим, и нам должно повиноваться духовным родителям своим отцам. Христос Господь, когда выступил на дело свое, был поносим и оскорбляем, слыша от неистовых книжников и фарисеев «Бес в тебе и силы князя бесовского Вильзиула изгоняешь бесов». Не он ли сын плотника? И другие подобные укорные слова потом терпело плевание, заушение, бичевание, и ни слова не испустил против, а только благодарил и молился «Отче, оставь их, не знают, что творят». Этому да подражает желающая спастись и быть сонаследниками святых. Внимайте все от первых до последних ничего да не будет у вас порвений или своей нраве или непокорности но все во всем божественно и тепло совершайте дело свое да благоугождаемся и славится Христос да даст вам Господь силу и крепость более и более очищаться совершенствовать и просвещаться да сияете как светило в мире 121 4 том Добротолюбие Страиса 262